Первый тур 22-го по счету национального первенства по футзалу состоялся месяц назад в Гомеле. Участие в нем приняли сборные из Бобруйска, Червене и две гомельские команды. К вышеперечисленной четверке в Бресте к борьбе за первенство присоединились еще три. Футзальный клуб Бобруйск, представители военной академии и чемпионы прошлого года Меркурий ГТК. Согласно условиям, участникам соревнований предстоит играть трехкруговой турнир по 18 игр каждый. Это чемпионат страны по статусу, это самое высокое соревнование. И то, что в этом соревновании участвует таможня Брестка, это говорит о том, что команда таможни играет на самом высоком уровне. Если говорить про силы команд, участвующих в этом чемпионате, то здесь достаточно много хороших команд. Я думаю, что в этом году команде Меркурий ГТК предстоит серьезная конкуренция. Три стартовых матча национального первенства сыграл действующий чемпион страны и обладатель кубка Меркурий ГТК. В первой игре турнира брестские таможенники одержали волевую победу над командой военной академии. В противостоянии с червенским строителем Меркурий ГТК неожиданно уступил соперникам. В заключительном матче домашнего турнира действующие чемпионы сыграли в ничью серебряным призером футзальным клубом Бобруйск. По итогам встречи тремя набранными очками Меркурий ГТК занимает пока третье место в турнирной таблице. Однако впереди еще 15 игр и основная борьба за чемпионство развернется уже в следующем году. После новогодней паузы первенства страны возобновится и спортсмены Меркурия ГТК с новыми силами поборются за лидерство. Останавливаться это не про них. Девиз брестских таможенников – курс только вперед. Только чемпионат может показать, кто из команд сильнейший. Именно игра и характеры. Я говорю, что претендовать на лидерство и на чемпионство будет как минимум 3-4-5 команд. Но безусловно Меркурий ГТК, как команда одна из самых опытных, имеет определенные преимущества, потому что она является и чемпионом, и обладателем Кубка страны прошлого года. Продолжение следует...